Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книги «Исход» 20 глава, 13 стих, мы зададимся вопросом. Убийство на войне не противоречит ли заповеди Божией? В чем заключается проблема? В десяти заповедях Бог запрещает убийство, говоря «Не убей», «Не убивай». Это книга «Исход» 20 глава, 13 стих. Однако в следующей главе, 21 глава, 12 стих, Он дает заповедь. «Кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смерти». Является ли противоречием, что Бог сначала заповедует нам не совершать убийство, а затем велит убивать? Надо понять, что каждая заповедь, она обращена к конкретному тому или иному поведению. И она не существует сама по себе, она существует в контексте всего библейского откровения. Смертная казнь была установлена самим Богом сразу после потопа, когда семейство Ноя вышло из Ковчега. Я напомню, что сыновья Ноя, Сим, Хам и Афет, они были родоначальниками человеческих рас, поэтому те заповеди, которые Бог дал Ною и его сыновьям, они имеют общее человеческое значение. Книга «Бытия», 9 глава, 5-6 стих. Господь говорит, «Ибо человек создан по образу Божию». Таким образом, заповедь «Не убей», «Не убивай» и заповедь та или иная, повелевающая предать смертной казни, каждый из этих заповедей оберегает жизнь человека. В одном случае это категоричное «Не убей», а в других случаях это угроза для возможного убийцы, чтобы он задумался лишний раз, стоит ли ему делать то, что он решил делать. Также в книге «Второзаконие», 18 глава, 20 стих, мы читаем, «Но пророка, который держнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предай смерти». Ну, кто-то может сказать, что это все Ветхий Завет, но и заповедь «Не убей», это тоже Ветхий Завет. Но если говорить о Новом Завете, то мы знаем, что когда Иоанн Креститель крестил на Иордании, к нему пришли наемные воины, собственно говоря, профессиональные убийцы, и задали вопрос, что нам делать. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 3 глава, 14 стих. «Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, то есть Иоанн Креститель отвечает им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». То есть не обижайте понапрасну, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. А жалование им платили именно за то, что они с оружием в руках защищали законы власти. Что интересно, в книге «Деяния святых апостолов», 10 глава, 1 и 2 стих, говорится о благочестии некоторого военного человека. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Вот здесь мы видим, что то, что он был где-то полковник римской армии, тогда такие отряды участвовали во многих стычках и сражениях, это не мешало его благочестию. Он называется благочестивым и боящимся Бога, творившим милостыню народу, имеется в виду народу Божию, и всегда молившийся Богу. То есть его как бы вот эта профессиональная обязанность, она никак ему совершенно не вредила и не мешала. В послании к кремлинам, первоверховного апостола Павла, 13 глава, 4 и 5 стих, мы находим такие слова. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. И потому надо бы повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Здесь мы видим, что военнослужащие, обличенные во власть, которые имели оружие, они называются слугами Божьими для того, чтобы мстить в наказание делающим злое. Ну, а когда месть с помощью меча, понятно, что это очень серьезное дело. Однако здесь говорится, что таковым надо повиноваться и не только из страха наказания, но и по совести, то есть по самой христианской совести. И хотя во дни Христа евреи находились под языческой оккупацией, однако в трактате «Перкеа-вод» по учению отцов из Мишны говорится, что если бы не было власти, а тогда была власть язычников, сначала греков, потом римлян, сначала медная ига, потом железная. Если бы не было власти, то люди пожирали бы друг друга. То есть любая форма власти это все равно некий порядок. И самое страшное, это, конечно же, отсутствие власти и хаос, анархии и вседозвольности. Таким образом, совершенно очевидно, что никакого противоречия нет. И более того, даже в еврейском народе сохранилось такое предание. Когда пророк Божий Самуил впервые увидел Давида, будущего царя Давида, помяни Господи царя Давида и всю кротость его, то лицо Давида показалось ему слишком красным, как бы переполненным кровью. И он взмолился в своей душе, Господи, так он столько будет убивать людей. Но Дух Святой, Кадеш Руах, ответил ему, «Да, он будет вести войны Господни, так они называются в Библии, войны, которые вел Давид, но он будет умиршлять, только отталкиваясь от решения закона Божия». И тогда Самуил смирился и избрал именно этого молодого человека, который действительно вел войны, и в книгах царей, в книгах царств они называются «Войны Господни». Итак, сегодня мы ответили еще на один вопрос, рассмотрели одно из сложных мест Писания. «Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наши беседы». Подписывайтесь на библейский портал «Акзагет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!